ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату приветствую всех наших подписчиков всех кто любит собак аборигенных пород и в частности среднезиатских овчарок которых таджикистане называют саги дахмарда саги чапуни или саги таджики вот это видео мы снимали весной 2015 года пять лет назад мы тогда поехали в гости хосимров барович у он большой поклонник и овец породы чай туре и аборигенных среднезиатских овчарок он большой любитель голубей возглавлял область когда-то сардийскую он тоже вот живностью всякой интересуется и поэтому вот он нам организовал поездку на пастбище на зимние стоянки где в основном пасутся овцы породы чай туре вот представители матчинского района это так называемая новая матча сюда перевезли переселили во время союза жителей из горной матче и вот они приехали вот сюда приехали они и со своими овцами и собаками также и вот здесь мы на одну стоянку заехали овцы были на выпасе и вот возле кочары находилась всего две собаки молодые собаки вот тот серый пес вот этот сонарный это двухлеток зовут его кабут кабут переводится как голубой ну так всех вот серых таких собак называют голубой кабут и вот этот вот пес которому год вот кабут был очень такой агрессивный все это время мы хотя и в присутствии чабана находились и подкармливали как-то старались не подружиться но он на контакт не шел все время пытался атаковать вот он такой вот очень агрессивный такой компактный весь мохнатый ну вот объясняется это тем что вот здесь очень много говорится ветра ветреная сторона постоянно дует сильный ветер и поэтому пришлось дальше убрать звук немножко потому что слишком помехи большие создавал ветер вот такие вот пастбища видите вот это вот весна небольшие высоты это на границе с узбекистаном с той стороны там кыргызстан тоже находится это ферганская долина вот-вот-вот качара мы видим и такие вот холмы пред горе красота невероятная вот ну и собаки конечно же вот видите вот этот вот черно-белый годовал и еще он еще совсем щенок поэтому он к людям ластится а вот как будто никаким образом не хочет на контакт идти но такими и должны быть собаки они должны быть агрессивными по в отношении всех посторонних людей вот для них существует только отара только овцы и чабан ведь он все время вот все время мы находились вместе с чабаном вот так вот снимали он не давал нам проходу тем не менее это вот правильное поведение присутствие чабана он нас все-таки не укусил но посмотрите вот на его строение вот его хорошо видно очень нравится пес как говорили эксперты есть у нас такой был один-то морочный экспертом все время говорил заквадраченный вот до конца термин мы не понимаем что такое но в общем уговорил что заквадраченный такой вот сбитенький ну понимаете что конечно же животные также как и люди разнятся даже в пределах одной семьи по конституции вот это в наличии есть вы посмотрите какие легкие движения это все конечно же обусловлено тем что собаки все время находятся на воле то есть их ничего не сдерживает никакие будки никакие цепи смотрите бегает такой вот мохнатенький а это вот тоже нас сопровождал это главный зоотехник здесь а вот этого района а это мы уже приехали в другую кошару здесь вот старый пес лежит отдыхает мы его тоже по снимали вот чабаны тоже сразу выходят и на всякий случай смотрят чтобы нас не покусал он вот он старый уже не кует с овцами ну валяется здесь как говорится отдыхает его тоже сняли специальные его задние ноги потому что многие говорят что вот много прибылых пальцев у него там целых как говорится гроздь хороший песочек классный он так и не встал ни разу то есть его подниму к нему чего на не хотели подходить поднимать хорошо может за то что его беспокоит и укусить вот были еще там два пса тоже вот один такой вот зонарной серый а другой больше палевый тоже погодки они одного возраста но мы спрашивали они вроде бы не от одной матери и не от одного отца то есть просто очень похожие собаки вот тоже находились они при качаре хотя овец не было с овцами ушли другие собаки ну так вот распределяются тоже обязанности в стае что какие-то собаки уходят с овцами а какие-то остаются вот на хозяйстве охраняются быт стоянку чабанов качару охраняют вот тоже скажем так вот еду они от нас принимали присутствие чабана но подойти к ним так очень не решались мы потому что такие они были не очень дружелюбные так скажем хотя и выглядят как мохнатенькие такие игрушечки но опять-таки скажем что ветер сильнейший там и наверное поэтому не все собаки кажется сбрасывают зимнюю свою шерсть мы видим что шерсть у них длинная а некоторые собаки мы видели перелинявши уже на следующих каких-то кадрах когда на видео поставим мы свои архивы перебираем смотрим вот что-то решаем что-то показать что-то потом покажем потому что информации много вот все это интересно обрабатывать тоже конечно же нужно время ну вот такие вот тоже два прекрасных образчика аборигенных странеазиатских овчарок вот посмотрите тоже никаких цепей также вот эти собаки которые находятся в селениях кишлаках живут тоже ходят абсолютно без цепей не на привязи они не нападают на людей нас они людей своего кишлака прекрасно знают разбираются особенно детей детей они вообще не трогают на моей памяти нет такого чтобы покусали в кишлаке детей без повода смысле но если не издеваются как-нибудь там дети или что-то вот без повода я не слышал чтобы покусали собаки и вот эти вот собаки здесь как раз вот в этих местах волк присутствует вот они борются с волком а потом они вот скоро уже как раз перед после того как мы посетили их они должны были отправляться уже на зим на летние пастбища высоко в горы это в гарм вражд вот эти великолепные собаки проделывают 500 600 километров в одну сторону только то есть вот то гарма и они все время вот мочинские чабаны чем отличаются они тем что они все время находится в движении они на одном пастбище за них долго не задерживаются там когда находится на летниках поэтому собаки должны быть функциональными быстрыми шустрыми подниматься в горы должны летать как на уровне волка бегать потому что волка догнать не каждая собака сможет но мы знаем примеры и видим тоже видео просто некоторые видео мы не выкладываем а здесь вот видите вот чужака увидели и погнались собаки он бедный аж побежал назад ну чабаны вовремя как говорится остановили собак видите накричали на них и собаки уже виляя хвостиками остановились но можно как говорится поплатиться если подойти к стоянке чабана без предупреждения не окрикнув предварительно чабанов собаки могут покусать конечно здесь вот с чувством выполненного долго вот эти два великолепных пса молодые абсолютно то есть им тоже по два года где-то выполнили свою задачу и идут обратно вот посмотрите как пригибается трава и это нам сказали что это еще не ветер потому что в этом районе как раз в районе новом отче там очень много ветра там кстати сейчас уже ставят и ветряные вот эти электростанции такие небольшие так что и на севере таджикистана в сахдийской области вот видите напуганный идет парень ну конечно же если две такие собаки атаковали любого человека у любого как говорится краска с лица сойдет и станет он бледным ну вот а видите а вот так вот с виду выглядят очень даже дружелюбными такими как плюшевыми игрушками но это не игрушки это настоящие рабочие собаки которые когда нужно можно погладить а когда нужно могут и руку откусить вот поэтому все время нужно находиться в присутствии чабана и это вот такая у них психология видите вот в основном в стаях кобели и никаких таких вот побоищ ледовых нет очень дружно живут конечно же бывает весна осенью из-за сук они дерутся но это и все но опять таки всем удачи барраката успехов и до следующих передач до следующей передач до следующей передач приеме